друзья всем привет меня зовут ольга прилуцкая вы на канале вязание это модно сегодняшнее небольшое видео это влог в котором я показываю свои два новых процесса которые начала вот сейчас будучи на больничном наконец-то начала я все-таки жилет это злополучная юбка которую я туда-сюда тасовала все не знала как бы мне с этой юбкой обойтись в конце концов все распустила и начала жилет на жилет будет мастер-класс на канале я его сейчас потихонечку снимаю конструктивно немножко хочу рассказать о жилете я уже в каком-то своем влоге показала свою идею в общем она осталась прежней эта идея это будет прямоугольник а вот сейчас вы видите на экране связанное плечо поперечным вязанием то есть это жилет будет располагаться вот так здесь у меня оформлена кромка платочной вязкой здесь также оформлена кромочка платочной вязкой я планирую потом сюда пришить три пуговицы очень простая конструкция я уже подошла к тому моменту когда разделила вязание на период и спинку сейчас у меня будет идти вверх только спинка только спинка расчет мы сделали вместе с вами плотность вязания определили затем я вернусь вот к этой вот части то есть к переду и вместе с вами провяжем горловинку в образную то есть здесь задумка такая что будут убавляться петли будут убавляться петли вот так и затем прибавляться петли вот так и потом пойдет опять прямой участок вязания потом а вот в этом месте вязание просто сложится пополам и будет оформлена v-образная горловина обвязкой и пришьются пуговицы то есть в общем то в принципе все самое простое тут каких-то особых технических приемов я не показываю единственное что в чем как бы есть помощь это то что вот по такой пряжи у вас будет примерная плотность примерное количество рядов петель ну и обработка v-образной горловины наверное как-то так я думаю что этот мастер-класс будет интересен начинающим рукодельницам тем кто более опытный наверное будет не интересно попробую подобрать цвет пряжи так чтобы у меня тот край жилета лег также от центра как ляжет вот этот край то есть чтобы здесь также была светлая полоска потом перешло к серому и перешло к черному я думаю что так будет смотреться гораздо приятнее чем если пойдет как как пойдет и например на планочку выйдет вот этот белый цвет не хотелось бы чтобы была такая тарабарщина я думаю что раз жилет такое лаконичный и очень простой в принципе вообще без всяких заморочек вяжется вот просто лицевая гладь то можно заморочиться хотя бы вот с этим и сделать размотку пряжи определиться где идет какой участок чтобы попытаться подогнать хотя бы цвет чтобы этот жилет но вот был чем-то интересен была в нем какая-то изюминка это мой первый процесс я сейчас над ним работаю вязание идет не очень быстро и вроде бы и спицы толстенькие но не очень комфортная пряжа вот честно скажу из буклированной пряжи вязать некомфортно не знаю может быть кому-то нравится букле но вот мне из букле вязать неприятно взяла спицы с толстым кончиком потому что тонкий кончик постоянно застревает вот в этих вот в букляшки у меня здесь кроме букле rainbow еще идет подмот подмотом я взяла вита бриллиант и если мне не хватит одного мотка то дальше у меня подмотом пойдет на к и стива да вот так жилет предполагается просто для тепла я не думаю что он будет носиться как-то вот в люди я думаю что такого типа жилет как сказать в люди до работы я в нем конечно доеду под пуховиком а вот где-то так вот ходить даже не знаю мне кажется он будет увеличивать меня в объемах я бы взяла такой жилет с удовольствием на дачу чтобы было что-то тепленькое на участке в доме вот думаю что там он у меня приживется а вообще посмотрим посмотрим что это будет как это будет как это будет хотелось ведь мне юбку но потом я поняла что юбку носить не буду у меня есть в гардеробе 1 юбка которая связала очень очень давно и по моему даже еще ни разу и не показывал на своем канале она связана из кауни жаккардом жаккардовыми узорами я одевала всего лишь несколько раз с таким упоением вязала а потом вот ну не прижилась она мне в гардеробе вообще никак вот это значит мой процесс номер один и друзья тогда вот еще один жилет как вы если следите за моим каналом знаете у меня вышел мастер-класс на жилет вот из этой пряжи я рассказывала о том что купила 4 матка 2 мне осталось конечно куда мне было девать еще два матка я начала еще один жилет там мы с дочкой разберемся чей который будет жилет и тоже начала снимать на этот жилет подробнейший мастер-класс конструктивно он значит вяжется у меня снизу вверх значит по кругу здесь у меня вот такой карманчик кенгурушный я его еще не подшила карманчик вяжем вместе мне кажется это очень такое интересное современное решение дальше в боковой части у меня идет ажурный узор это вот такие вот две дорожки одна из таких дорожек будет идти по плечу по плечевому скосу ажурный этот узорчик довольно таки простой я на него даю схему в мастер-классе а также порядно тоже провязываю там небольшое количество рядов буквально пять минут в мастер-классе занимает провязка этого узора но в принципе можно сюда взять любой другой узор который вы хотите либо добавить косички или вообще но не добавлять никакого узора но мне кажется что с узорчиком это будет смотреться поинтереснее сегодня я разделила уже вязание наперед и спинку сейчас у меня пойдет все обратно поворотными рядами с оформлением кромки и с небольшими убавками жилет будет не длинный он будет такого слегка укороченного типа я поняла что мне двух мотков пряжи на эту модель не хватит потому что у меня здесь задуман вот карман который я уже воплотила и еще у меня задуман воротник хомут хотела я и вязать капюшон но что-то я от капюшона отошла нет капюшона здесь будет непрактично я решила что сделаю воротник хомут со вставкой шнурка по верхней его части вот это будет такая моделька вижу интересно все очень нравится сейчас у меня закончился первый моток ланы голд и закончился закончились остатки заканчиваются остатки от кид мохера съездила я в магазин купила еще один моток ланы голд вот этой классик 280 метров 100 грамм и купила кид мохер благо прямо эти цвета эта партия были в магазине я не так давно покупала и в общем подкупила еще помоточку пересмотрела свой мастер-класс на предыдущий жилет он сейчас пользуется популярностью там посмотрела много человек уже этот мастер-класс и как я так друзья я совершила такую информационную ошибку я неправильно дала расход пряжи кид мохера я сказала что у меня ушло кид мохера 10 грамм как я могла такое сказать и главное что никто не сделал мне замечание никто не усомнился в этом и не сказала как же так 10 грамм на целый на жилет 10 грамм это друзья видимо повлияло на меня моя болезнь я вообще забыла что один то моток 50 грамм уже ушел а 10 грамм то это от 2 мотка я взвесила моток у меня осталось 40 грамм и я на голубом глазу выдаю зрителям что у меня ушло кид мохера 10 грамм хотя на самом деле ушло 60 ой не знаю я уже там подписала в описании видео видео уже это никак не вставишь информацию просто буду надеяться друзья что читаете описание видео может быть кто-то меня сейчас смотрит кто соберется вязать тот жилет одного моточка кид мохера 1 вам может не хватить ну у меня допустим 60 грамм ушло может быть вы уложитесь в 50 грамм но скорее всего что нет конечно если жилет будет 42 44 размера я думаю что хватит мой жилет такого полного 46 размера он даже так на 48 немножко заходит там уже одного моточка не не хватит как я так вот так получилось нравится работа я думаю что мастер-класс тоже получится неплохой информативный надеюсь буду вам им чем-то полезно чем еще занимаюсь друзья это мой процесс из миссони о из миссони из беллы в стиле миссони тоже продвигаю его потихонечку вяжу хотя сейчас вот больше переключилась все-таки на два жилета и уже наверное вот вчера и позавчера я к этому процессу не возвращалась я на него посматриваю в плане того что здесь я тоже совершила такой промах который как бы мне в дальнейшем не вышел боком ориентировалась я как вы знаете на фотографию из instagram это платное описание и я посмотрела по фотографии что у модели нет подрезов фотографию вам сейчас поставлю ну нет у модели нету модели а мне то надо было их наверное все таки сделать а я вот чисто разделила вязание пополам не оформила здесь никакие подрезы и начала уже вязать платочной вязкой спинку и довязала до уровня скоса плеча уже рассчитала для себя какой нужен скос плечами нужно его вывязывать и сейчас я сижу и смотрю на это вязание и думаю то ли мне его распускать вот до этих пор то есть все вот это розовое полотно нужно распускать то ли все таки связать без подрезов такую футболочку я давно без подрезов не вязала хотя раньше вязала я даже не знала это слово подрезы и модели со спущенным плечом не с вточным рукавом а да не с точным рукавом который садится по по окату хорошо а вот с таким спущенным плечом я все вязала без подрезов просто по выкройке прямоугольников два прямоугольника это период и спинка и две трапеции это рукава или также два прямоугольника рукава носили ничего что-то у нас не топорщилась не было никаких складок сейчас очень много информации на ю тубе о правильной посадке вот этого самого простого силуэта со скосом плеча без коса плеча спущенное плечо и там даются такие расчеты этого спущенного плеча что это вообще это никакая непростая конструкция и я посмотрела пару роликов так это вязать даже сложнее чем в точной рукав я вам скажу если следовать всем этим расчетам снимать у стены все эти мерки подкладывать под руку бумагу обрисовывать свою руку обрисовывать плечо и пользоваться формулами то получается что в принципе эта конструкция спущенного плеча она очень даже сложная как я вязала раньше я не понимаю так вот я теперь сижу и думаю и не знаю что мне делать и я больше все таки склоняюсь к тому что я наверно поленюсь и свяжу даже в качестве эксперимента друзья вот без подрезов давайте свяжем без подрезов я потом покажу эту футболку на манекене конечно и и когда уже пойму что могу показываться лицом в кадр сделаю фотографии а возможно даже видео в этой футболке ну ничего страшного ну там где-то будет у меня складочка мы рассмотрим эту складочку как она будет смотреться на мне можно ли вязать без подрезов поговорим на эту тему а почему бы и нет пряжа у меня есть для второй футболки и я смогу если что-то не так связать еще одну футболку и мы сможем сравнить подрезанную и без подрезанную футболку вот видите как хорошо что я вышла к вам и поговорила приняла для себя решение вижу так как есть следующая маленькая часть видео будет чисто болтологического житейского характера она не будет иметь к вязанию никакого отношения она будет иметь отношение к болезни к больнице меня просто очень много людей спрашивали а как а что как там в больнице многих из нас пугают что там чуть ли не концлагерь и так далее что происходит в больнице как лечат от к вида в общем какие-то мои наблюдения так как я пролежала в стационаре если кому-то это интересно вы оставайтесь мы прям совсем немножко поговорим я расскажу только то как лечили меня что видела я если вам это дальнейшая тематика не интересно я с вами прощаюсь всего доброго до новых встреч пока пока так я попала в стационар 40 процентами поражения легких коты мне назначили без скорой помощи то есть не дали направлении сказали что в общем сама ножками я должна пойти делать коты предупредили о том что так как коты бесплатная там подъезжают машины скорой помощи придется посидеть и подождать так как скорой пропускают без очереди чувствовал я себя уже плохо температура мне держалась поэтому я поняла что вот это бесплатное коты мне в принципе не выдержать я буду искать что-то платное экстренно прям вот сейчас чтобы вот сейчас поехать я нашла только один вариант за 4000 либо был вариант на послезавтра за 2750 рублей как для пенсионеров я уже пенсионерка поэтому это был мой вариант я на всякий случай записалась на послезавтра но решила что поеду сейчас я поехала сама за рулем слава богу что я я тогда этого не знала что может упасть содержание кислорода в крови и я могу потерять сознание я поехала сама за рулем так как не хотела никого заражать в том числе и водителя такси но в принципе приборчик вот пульсоксиметр у меня был и содержание это кислорода и все-таки мерила у меня сильно она не падала 95 96 она все-таки держалась это в пределах нормы приборчик очень сильно является таким так скажем как бы вам сказать то ну то есть он придает уверенности в себе я вот этот приборчик очень бы вам советовала если вы заболели коронавирусом то есть мерить содержание кислорода в крови от кашлялась кашляющую так вот двигалась я уже очень медленно мне было тяжело идти к ты показала 40 процентов я решила вызвать скорую помощь на следующий день ну мне так посоветовали чтобы не сидеть ночью в приемном покое никого не раздражать своим ночным появлением в принципе я не умираю сатурация нормальная и я переночевала дома я думаю что я сделала правильно в 9 утра я вызвала скорую скорая приехала через два часа меня пугали что скорая приедет там через день через два что люди ждут неделю так сложилось друзья все обстоятельства что мне повезло на всех этапах моей болезни мне повезло с участковым врачом которая в принципе назначила адекватное лечение и в том числе назначила мне антибиотики я могла наблюдать за течением болезни примерно десяти человек которые прошли через нашу палату и только двоим были назначены в процессе амбулаторного лечения были назначены антибиотики и только мы обошлись без аппарата с кислородом и как-то получше мы пошли на поправку а все остальные у нас дышали кислородом сатурация у них была низкая возможно это какое-то совпадение но получилось так вот мы принимали антибиотики также был мне назначен гормон и противотромботический препарат эликвиз или эликвиз цена его довольно таки высокая упаковка 60 таблеток стоит 2 300-2 700 так протокол лечения сейчас в больнице существует протокол лечение то есть когда вы попадаете в стационар с к видом всех лечат одинаково никаких индивидуальных подходов никому нет если только есть сопутствующие заболевания то облегчать эти сопутствующие заболевания до какими-то препаратами могут но протокол лечения к вида он четко установлен он включает в себя обязательное применение высоких доз гормона это дексаметазон его в капельницах ставят всем сначала по нарастающей потом по убывающей по нарастающей самая высокая доза была 16 миллиграмм в капельнице в пересчете на таблетки которые 0 5 миллиграмм получается что в нас вливали 32 таблетки в день это очень много и плюс к этой шла капельница с препаратами с препаратом реамбирин это просто противотоксилогический то то есть препарат который выводит из организма токсины при любом заболевании это не к вид 19 это старый 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 препарат дальше в помощь желудку обязательно всем дают амес и для того чтобы мокрота лучше отходила всем обязательно дают амброгексал это вот как здрасте вам всем подряд дальше у некоторых пациентов подключают препараты которые назначают при ревматоидном артрите я получала такую таблетку один раз в день сейчас не скажу ее название но вот такую таблеточку в течение недели один раз день я получала и я на основе вот всего этого лечения поняла что как таковых препаратов от к вид 19 их нет и все лечение направлено на то чтобы просто поддержать человека в каком-то состоянии которое поможет ему самостоятельно справиться с этой болезнью вот и все в каждой палате стоят аппараты для дыхания кислородом я посмотрела сейчас не скажу как они называются ну различного названия то есть тебе выдают маску аппаратик стоит у твоей кровати и ты просто дышишь дышать нам нам рекомендовали в дозировке час дышишь час отдыхаешь час дышишь час отдыхаешь но повторюсь я аппаратом не пользовалась у меня сразу пошла такая нормальная сатурация аппарат мне не давали что по условиям в больнице я лежала в городе челябинске в районной такой удаленно районной больнице это такой рабочий у нас район называется ленинский как мы называем это вот у нас два рабочих крестьянских района это тракторозаводский в котором я живу и ленинский вот в таком рабочих крестьянском районе я и лежала это не центральный не советский район это где у нас центр города по приличнее больнице получше обслуживание у них там все на другом уровне у нас все на более низком уровне в больнице все было очень очень прилично достаточное количество врачей каждодневный обход утром и вечером достаточное количество медсестер никаких проблем с капельницами никаких проблем с препаратами препараты были импортного производства все очень очень качественные да нам всем ставили еще уколы в живот высокомолекуриарных гепаринов то есть это не простой гепарин это уже такие современные препараты гепаринового ряда это для того чтобы в крови не образовывались тромбы то есть опять же это не лечение к вид 19 это все вот все направлено на поддержание организма чтобы он самостоятельно с этим вирусом справился вот и все дальше в отделении чисто в коридорах никто не лежал в палатах конечно больше народу чем положено в наши четырехместные например шесть человек ну и так далее питание нормальное питание хорошее съедобные каши нормальные супы рыба и мясные котлетки на второе на обед и такой небольшой полник когда разносят молоко или кефир с этим проблем нет если к вам даже никто не придет с голоду точно в больнице не умрете все в общем то все было нормально протокол лечения рассчитан на 10 дней и если у человека нормальная сатурация то есть у него уровень кислорода в крови нормальный то через 10 через 10 дней несмотря на какие-то там варианты в его состоянии даже если у него сильная слабость даже если у него высокое давление или низкое давление или еще какое-то недомогание его выписывают на долечивание домой в больнице оставляют только тех пациентов кто не может самостоятельно дышать у кого низкий уровень кислорода в крови интересный факт про пцр тест пцр тест которые мне сделали амбулаторно вот пока я была дома вот вызвала врача и пришли мне делать пцр тест правда только через четыре дня его результат я так и не знаю его нет нигде тот пцр тест который мне сделали уже при поступлении в стационар а это прошла неделя после начала заболевания он отрицательный повторный пцр тест когда лежала там 10 дней отрицательный пцр тест на выписке отрицательный и та же самая картина со всеми кто лежал в моей палате ни у кого у нас не было положительного пцр теста то есть мы все лежали как бы с к видом наш диагноз но пцр теста положительного не было ни у кого и на основании этого я сделала вывод что поймать положительный пцр тест очень сложно видимо вирус показывает себя возможно на каком-то только начальном этапе заболевания или даже тогда когда температуры еще нет и мы заразны и излучаем так скажем этот ми вирус я не медик я буду выражаться вот такими словами мы заразны какой-то маленький промежуток времени я поняла это так потому что каждый из нас имеет дома родственников у кого-то есть пожилые люди дома и мы все очень сильно интересовались тем насколько мы заразны и после выхода из стационара и врачи нам объяснили что мы уже не заразны меня поразило когда мне примерно на второй или на третий день после поступления в стационар нужно было делать капельницу и там что-то пошло не так и нужно было вот поправить вот эту вот иголку и подошел ко мне медбрат они все одеты в костюм химзащиты респиратор и очки то он просто наклонился надо мной и так как ему было плохо видно через очки он их снял он снял очки и все манипуляции со мной наклонившись надо мной делал в снятых очках я конечно была поражена и я ему говорю о том что вы зря это делаете вы зачем сняли очки а он не говорит вы уже не заразны вот как то так поэтому выйдя из стационара я в общем-то общаюсь со всеми своими родственниками ну кто кто общается со мной и к маме я ходила и чем не общалась вот так и где я собственно говоря подцепила этот вирус я не знаю я обзвонила всех своих знакомых я ходила на начальной стадии получается заболеваний даже в тот день когда у меня поднялась вечером температура с утра то я была нормальная я прошла очень много я и по работе поконтактировала и в парикмахерской была и на маникюр ходила и в общем я сконтактировала с огромным количеством людей но как-то не заболел никто вот такая у меня есть такая житейская бытовая информация о коронавирусе не знаю будет ли она кому-то полезно если вы находитесь дома если вас не кладут в стационар и врач назначает вам гормоны противотромботические препараты или антибиотики я рекомендую прислушиваться к рекомендациям врачей и все их выполнять ну и также делать гимнастику гимнастику я начала делать еще до стационара продолжала делать ее там и делаю сейчас я не делаю гимнастику по стрельниковой посмотрела в интернете что у некоторых и не получается а также становится хуже я делаю гимнастику по доктору евдокименко есть такой замечательный доктор на ю тубе если будет интересно можете зайти к нему у него там есть система так скажем очистки организма и вот даже и и вот это вот гимнастика да кстати для очистки организма я сейчас принимаю ортосифон тычиночный это эта травка такая которая через почки выводит токсины мне нужно две-три недели пропить вот эту вот траву это тоже мне никто не назначал это я назначила сама себе по доктору евдокименко думаю что хуже не будет ну что уж вот на этом друзья все что я знаю буду рада если была вам чем-то немножко полезно всем пока пока до новых встреч а